приветствую вас дорогие друзья и гости моего канала шлю вам солнечный привет из вечного города весной уже трудно представить испанскую лестницу без цветущих азалий в это время на испанскую площадь приходит еще больше людей чтобы сфотографироваться в этой красоте самые лучшие фотографии конечно же получаются утром когда на лестнице мало народу как сейчас вазоны с азалиями выставляют на испанскую лестницу перед днем рождения рима то есть ближе к 21 апреля и они будут стоять до момента пока не отцветут великолепная лестница 18 века и так прекрасно а когда раз в году ее украшают цветами она просто очаровательная и торжественная традиция украшать испанскую лестницу началась с начала двадцатого века испанская площадь безусловно является одной из главных достопримечательностей рима она великолепна утром в утренних лучах солнца днем и завораживает ночью когда шум фонтана баркача нарушает тишину пустынных улочек эти кадры на испанской площади были сняты уже во время обеда народу по прибавилось и туристы присели покушать я же успеваю поснимать для вас видео до экскурсии и после экскурсии в 2019 году запретили сидеть на испанской лестнице а то бы в это время невозможно было пройти по мере до запрета было чувство что все гости города приходили на испанскую лестницу пообедать а потом после обеда даже полежать весь мусор коробки пластиковые стаканчики бутылки салфетки оставляли на лестнице было очень неудобно и неприятно для местных жителей вот поэтому и запретили сидеть на испанской лестнице сейчас же лестница всегда свободная можно легко пройти да и чистая когда еще не было испанской лестницы церковь тринита даймонти и площадь соединялись крутым склоном по которому можно было пройти пешком по натоптанным тропам великолепная лестница была построена между 1723 и 1726 годами по проекту франческо де сантисо кстати у нашего дома очень много парков один из них был назван в честь этого итальянского архитектора испанская площадь очарует любого кто приехал в рим здесь царит какая-то волшебная атмосфера а сейчас переместимся в другой район рима район который находится вдоль реки тибр и называется он регула в переводе с итальянского мелкий песок до укрепления набережной в этот район мелкий песок постоянно надувала ветром или намывала во время наводнений стена за фонтаном маскироны была сделана специально для того чтобы вода из тибра не заливала этот район мы находимся на улице джулия названа она в честь папы юлия второго при котором была проложена эта улица эта улица прямая как луч и длина ее около одного километра мост который так и не закончили планировалось что мост соединить дворец фарнезе и виллу фарнезина которая находится на другом берегу тибра но проект так и не был завершён я уже рассказывала вам про эту церковь здесь находилась братство которое занималось захоронением тел которые были неопознаны это место для пожертвований здесь написаны сегодня это для нас а завтра для вас я прошла немного по улице джулия а потом свернула на викола дэлла моретто и вышла на вея дель пилигрино эта улица проходит параллельно одной из главных улиц рима форсу виттории эмануэля второго дырла торгового рима форсу витки господин у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Реставрация антикварной мебели, сделанной из тростника и соломы. Люблю заходить в такие лавки. Мастерская работает с 1960 года. Здесь не только реставрируют мебель. Но зал мастерской переполнен соломенными сумками, шляпками, корзинками и разными предметами, изготовленными из соломы. Субтитры сделал DimaTorzok А потом я свернула на Via dei Capillari. Название улицы происходит от того, что здесь было много мастерских и лавок по изготовлению шляп и кепок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это мост между домами. Мы его замечаем больше как арку. Он сохранился с 15 века. Эта улица прямо приведет нас на Кампо-де-Фиори, где был сожжен Джордана Бруно. А сейчас здесь рынок, на который мы часто с вами заходим. На площади Кампо-де-Фиори есть замечательная флорентийская мясная лавка, где можно купить разное свежайшее мясо. А если вы хотите, чтобы его еще и отделили от косточки, достаточно сказать. Мясо отделят от косточки, отобьют и нарежут нужными вам кусочками. Долгое время в этом здании были складские помещения, и весь товар продавали под открытым небом. Лет 30 назад флорентийц решил отреставрировать здание и перенес прилавки внутрь. Так и родилась эта мясная лавка. Лавка стала такой популярной, что ее даже снимали в кино. А что касается качества мяса, то сюда обращаются даже вип-персоны. Уж очень хорошее здесь мясо. Но ведь магазин не только для вип-персона, для всех. Я обычно в этом магазине подсматриваю рецептики, а потом готовлю дома. Вот, например, взяла на заметку мясные котлеты с артишоками. Думаю, получится вкусно. А это тоже знаменитая лавка, куда мы заходим дегустировать салями и сыры. Она тоже находится на Кампо де Фиори. Живописные улочки рядом с рыночной площадью. Когда я прохожу по этой улице, всегда вспоминаю историю о том, что в XIX веке на этой улице собиралось очень много молодых людей, которые хотели воспользоваться услугами писца. Писец сидел за столом на табурете. Он писал любовные письма для молодых людей. Услуга написать письмо стоила 6 монет, если письмо было обычным, 8 монет, если оно было пылким, и 10 монет, если заказчик хотел в конце письма написать стихи. Вот такая услуга была. Не могла пройти мимо мастерской по производству изделий из кожи. Моё внимание привлёк велосипед у входа в мастерскую. Сразу понятно, чем здесь занимаются. Даже велосипед украшен кожей. Росшоле – это одна из исторических пекарен Рима. В 1824 году папой был подписан указ, что в этой пекарне будут выпекать и продавать хлеб по доступным ценам людям с ограниченными экономическими возможностями. И сюда за хлебом приходили люди со всего района. Хлеб и выпечка были настолько вкусные, что слава об этой пекарне разлетелась по всему Риму. А сейчас уже многие гости города знают про эту пекарню. Здесь всё очень вкусное. Хлеб из разных сортов муки, разнообразная хрустящая выпечка, пироги, пицца. Ассортимент выпечки богатый и аппетитный. Когда я захожу сюда, чтобы снять для вас несколько кадров, то обязательно что-нибудь покупаю. Приходится стоять очередь. Особенно перед обедом здесь очередь выстраивается, как в музее Ватикана. Шучу, конечно, очередь чуть-чуть поменьше, но всё равно для пекарни здесь выстраивается огромная очередь. Если вы приедете в Рим в рождественские праздники, карнавал или на Пасху, то обязательно советую вам попробовать праздничные сладости. Дорогие друзья, ещё раз хочу напомнить вам, что когда будете собираться в Рим, не забудьте взять с собой самую удобную обувь. Повторяю это очень часто и буду повторять. Поверьте мне на слово, ходить придётся очень много. Со мной вы будете или без меня, по Риму гулять надо только пешком. А вот отель желательно выбирать там, где рядом есть станция метро, и недалеко от центра, чтобы после прогулки вы могли быстро доехать до отеля. Ну и, как правило, летом лучше планировать утреннюю прогулку, пока ещё не жарко, потом обед, отдых в отеле часов до четырёх, пока не спадёт жара, а потом вторая вечерняя прогулка. Так у вас и силы будут, и Рим посмотрите днём и вечером. И ещё, если вы любите тихие и спокойные отели, то при бронировании стоит просить номера с окнами во двор. Я решила в видео ответить на ваши вопросы. Про музей Ватикана тоже спрашивали. С 22 апреля по 29 октября 2022 года, по пятницам и субботам, музеи Ватикана будут работать с 9 утра до 22.30. Так что, если в это время будете в Риме, то у вас будет возможность в вечернее время сходить в музей Ватикана. Думаю, и народу будет поменьше. На осмотр музеев у вас уйдёт около трёх часов. Совсем недавно под моим видео, там, где вы обычно ставите пальчик вверх, если видео вам понравилось, или делитесь видео с друзьями, появилось сердечко. Супер спасибо! Это финансовая поддержка канала. Не знаю, как это ещё работает, но у меня появилась эта функция, чему я очень рада. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя прогулка. У меня опять получилось простое, лёгкое, атмосферное и незатейливое видео о Риме. Самое главное, что мы вместе гуляли с вами по любимому городу, и думаю, у меня получилось передать атмосферу, которая царит в Риме. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, делитесь им с друзьями. До новых и увлекательных встреч, друзья мои! Оставляю вас наедине с великой красотой! Оставляю вас наедине с великой красотой! Оставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok